Привет, друзья! Ну, я решила записывать все-таки видео, потом буду выкладывать. И я на апелляцию, конечно же, подала, кто знает, может быть, получится. В общем, смотрите, друзья, мне пишут, и многие и блогеры поддерживают меня, и многие мои подписчики. И так как у меня контакт с подписчиками, вот, кстати, Валида пишет, у нее тоже была такая же проблема, и причем именно сегодня на одном из, из-за то же самое. Ну, ладно, не факт. Разберемся, мы не сдаемся никто. Так вот, мне пишут некоторые подписчицы и подписчики, и я с ними ВКонтакте. И вот мы переписываемся с одной девушкой, которую зовут, ну, я изменю, я буду изменять имена, ее зовут Наталья, она с какого-то года живет в Страсбурге. И вот она мне написала несколько писем, потому что, ну, она не хочет афишироваться, так как она работала в сфере нам известной, которую мы обсуждаем. И она хочет пояснить некоторые моменты, и вот она говорит, как у них происходит в Страсбурге, да. Сейчас, значит, вот смотрите, я немножко так прочитаю, что она мне написала. Хочу, здравствуйте, Яна, меня зовут Наталья, я с такого-то года живу в Страсбурге. Хочу рассказать про ситуацию с палками-ковырялками. Сын в лицее, дочь в шестом классе в колледже. То есть, это у нас лицей, это, по-моему, с 14 лет, колледже, вот как вот Денис у нас пойдет в шестой класс тоже, практически один тот же возраст. Я не забрала на домашнее обучение, потому что сын еще в прошлый карантин, и так дома бил баклуши, одни двойки до Нового года, в общем, разогребали. И он в спецклассе научном, она говорит. Там очень мощная программа, в общем, дома, ну, не было возможности такое-то все вытянуть. Ну, понятное дело. Дочь в немецком классе, там часть предметов на немецком, тоже очень сложно, я представляю, и тоже невозможно дома вытянуть. Я немножко изменяю, потому что, видимо, писала она с телефона, и у меня запятых нет, запятые есть, в общем, и фразы немножко непонятные. Итак, ну, когда дети ходили в школу, она давала маски из... Потому что невозможно было без ходить, не брали у нас такое было. И сейчас тоже происходит, если мы придем в школу, то никто не разрешит без маски. Она давала, значит, в один слой из хлопка. Хлопковую сама, видимо, сшила из одного слоя. И, ну, они умненькие, говорит, нос высовывали, но все равно это ужас и жесть. А сегодня, говорит, получай письмо из колледжа дочке в классе. А в классе не ее в классе, а в классе, видимо, параллельном. Девочка с позитивным тестом. Дочь пересекалась с ней один раз на одном уроке, спецнемецкого, и все были в масках. Но по новым протоколам, которые у нас ввели совершенно недавно, вы знаете, что сейчас ситуация меняется, и нам постоянно-постоянно что-то вводят, пытаются ввести. И так, по новым протоколам это был как бы контакт. Каз-контакт – это значит человек, который контактировал. И признали, что ее дочь со Снатом пересекалась с ней, значит, она была в контакте с ней. Итак, всех детей из этого класса, вот из параллельного, отправили на неделю домой, и официальное письмо от директрисы пришло. И в этом официальном письме самое ужасное – делайте тесты сегодня и через неделю. Причем тесты ПСР нужно делать, вот эти вот, один сегодня, один через неделю. Я извиняюсь, потому что я говорю, запятых нет и непонятно. А говорит, вот этот вот, который автотест дома на кошки, как бы, который можно было бы сделать, то его нельзя. Только вот на эти, значит. И она, значит, у меня спрашивала, пытаюсь понять, как это избежать юридически. Или дуры прикинутся, пишут, декларирую, что мы делали, типа, поплевали, все сделали и все нормально. Вот, и она, значит, меня спросила, я ей послала информацию о том, где можно взять юридические документы на то, что это на самом деле во Франции не обязательно. Я не знаю, почему директор взял на себя право заставлять родителей это делать. Он мог бы написать это, сформулировать по-другому. И вот она мне прислала, сейчас найду я, где она у меня. Прислала, значит, письмо само от директора этой школы. Я его перевела, сейчас я вам его зачитаю. Итак, от директора школы пришло ей такое письмо. Класс шестой, двуязычная группа, которую посещает ваш ребенок, закрытый из-за подтвержденного случая большой сопли. Ваш ребенок контактировал с этим или с этими положительными случаями. И в качестве меры предосторожности он должен оставаться изолированным. Вы играете важную роль в ограничении риска заражения и защите ваших близких. Необходимо следить за тем, чтобы в период изоляции соблюдались инструкции по охране здоровья. Ну, то есть инструкции, которые приписаны в этих случаях. Ваш ребенок должен оставаться изолированным в течение 7 дней с даты отправки этого письма, электронного письма. Он должен как можно скорее провести первый тест на антиген. Если первый тест отрицательный, изоляция продолжается. Возможно, ваш ребенок инкубирует болезнь. Если тест окажется положительным, вам перезвонят из больничной кассы. Ну, из больничной кассы это так перевелось просто из нашего общего страхования медицинского. Перезвонят, чтобы скорректировать действия, которые будут приняты в качестве подтвержденного случая. Второй тест антиген или ПЦР должен быть проведен в конце изоляции для возвращения в школу. Ну, этот директор, сразу вам скажу, несет просто отсебятину. Потому что пока это еще, ну, и не может быть по правам человека, как бы, то, что в школу нельзя, потому что родитель не сделал ковыряния. Такого нет и быть не может и не должно быть. Пока, по крайней мере, такого нет. И, значит, дальше он пишет. В таком случае возвращение в школу или учреждение зависит от отрицательного результата, отсутствия симптомов и постоянного строгого соблюдения барьерных мер. Ну, то есть дистанция, там, маски, все такое. Свидетельство о результате теста, значит, нужно какую-то бумажку о результате теста, о сдаче, вернее, теста, то, что сдавался. И в ней должно быть написано отрицательный результат, то есть официальная бумага о том, что сдавался. В случае появления симптомов в период изоляции следует немедленно провести тест. Не стесняйтесь, обращайтесь к врачу. Вашему ребенку не исполнилось 16 лет и ни один из родителей не может работать удаленно. Это письмо эквивалярно сертификату, который должен быть выдан работодателю для одного из родителей. Ну, это да, есть такое здесь, что если сопля большая признана у ребенка, то на 7 дней, или он в контакте, вот эта изоляция школьная, то, значит, 7 дней оплачивается. 7 дней всего лишь. Больше не оплачивается, по-моему. Поправьте меня, кто во Франции живет. По крайней мере, так мне говорила, так как здесь все меняется, но вот одна из моих подруг, она как раз болела большой соплей. Ну, болела, она не болела, у нее не было симптомов, но у нее был положительный тест. И ей сказали, чтобы она ребенка своего тоже держала 7 дней. Эти 7 дней оплачивались и дальше уже не оплачивалась, она уже должна была выходить на работу. Но это было, я говорю, где-то месяц назад. Итак, в общем, письмо этого директора школы, типа протокол, на что я ответила Наталье, то, что он не имеет права такое писать от себя, и что он должен ссылаться обязательно на какие-то документы в своем письме, но он никуда не сослался, поэтому протокол, ну вот, она мне ответила, да, Наталья, она мне написала в следующем письме. Это письмо директора школы типа протокол? Нет, протокол это другое, а это письмо директора школы. Я ей сказала, говорю, поставь его на место этого директора, что он вообще из себя выдумал, кто он такой, чтобы давать такие рекомендации, как будто он там Министерство вообще всего мира, здравоохранения и всего остального. Не рекомендации, а указания. Он должен был написать в своем письме, что ребенку рекомендовано сделать тест, но никто пока во Франции не имеет права заставить ребенка сделать тест, заставить родителей, чтобы они согласились сделать тест. Как-то странно вообще. И вот она пишет, что пока я думаю забирать дочь из школы. Родители из ее класса покорно всех потащили палки совать. Мамаша еще участлива, дочь, спрашивали, а ты когда? А дочка умного сказала, мама пока занята. И вот она у меня спрашивает, что бы вы сделали в такой ситуации? Я уже ответила, но еще раз скажу, Наталья, в такой ситуации я бы мам тоже поставила на место и сказала бы их, чтобы они занимались своими делами. По-французски, как там про морковку-то? Типа идите своей морковкой занимайтесь. И вот тоже Наталья пишет, значит, теперь даже в масках святой дух пролетел мимо, типа, письмо тут же прилетит и идите пихайте палку. Ну вот про то, что письмо прилетит, вот, например, если у меня там, я с кем-то встречаюсь, с знакомыми, с вами, ну, у меня и дочка тут живет. И всем я объявила сразу, что меня никогда в контакты вообще не ставьте, если вы там эту большую соплю где-то у себя наковыряли, то меня вот эти вот, то, что просит наша система вот эта здравозахоронения, меня в контакте вообще не ставьте. Меня рядом вообще с вами не было, так что пока мне еще не прилетало. Даже если мне прилетит какое-то письмо, то я на него либо не буду отвечать просто-напросто, либо отвечу, что не было такого. И вот она тоже говорит, или дурой прикинутся декларирую, поплевали, или мамой клянусь, я негативная, отвяжитесь. Да все что угодно можно сказать, можно сказать, спутником привилась уже, пока. Ну, Наталья, вот я вам не написала еще, но вот сейчас вот вам говорю, вот вчера приходила ко мне подружка, француженка, которая работает в доме престарелых, у которых, у которой сын такого же возраста, как мой сын, и он ходит в школу, он всегда ходил, и он в этих масках, и все остальное. Она, плюс еще моя соседка, у которой две девочки, одна из которых ходит тоже в нашу школу, а другая ходит в коллеж, уже постарше. Ни в одной школе в нашем регионе пока не прилетали эти бумажки. У меня впечатление, что тестируют непосредственно на тех школах, которые вокруг Парижа, вот этот Страсбург, там все такое, вот это вот, зайдет, не зайдет. Вот, если вы говорите, что сейчас все кинулись ковыряться, то, соответственно, значит и нам скоро прилетит. Если бы не кинулись ковыряться, если бы там процент был маленький, если бы не все родители вот эти бумажки подписывали, то тогда бы все бы поняли, что это не зашло, и как бы перестали эту компанию, понимаете, как люди стадом идут, и все остальные за ними. Поэтому, чем больше народу не будет этого делать, соответственно, вот со вчерашней, которая ко мне приходила подруга, мы с ней разговаривали, она сказала, «Слушай, Яна, ну откуда ты все это берешь, вот это, господи, ну нет у нас такого, и не будет никогда, ну что ж ты, вот сидишь тут, ты же вообще, говорит, не работаешь, сидишь, откуда тебе это все прилетает, ерунда такая». Понимаете, то есть человек совершенно, вот у нас есть местные мамочки, они даже до сих пор не верят, что такое возможно, что такое будет. Да какой? Яна, ты что, у нас впереди же конец учебного года, какой им смысл сейчас что-то затевать в конце учебного года, говорит она, понимаете? То есть вот так вот, никто не верит в это, что это будет, и я надеюсь, что в нашем регионе этого не будет просто-напросто. А раз уж в вашем регионе это уже началось, то нужно как-то этому противостоять, ну помаленьку-помаленьку вода-камень точек. Играем в слова. Носок, значит. Кот. Ты уже говорила. Говорила? Ну как же я могу не говорить? Кот все время. Что? Книга. Активатор. Рубрика. Рубрика. Активация. Активация. Нет, вина. А, ну да. Активация. Ящик. Кукла. Актер. Кукла. Актер. Ручка. Ну, рука, короче, рука. Абрикос. Смотрите, какой букетик. Полевые. Представляете, какая красота. Просто это какой-то зен. И знаете, когда какой-то... У меня сегодня не очень хорошее настроение из-за того, что забанили на неделю, конечно. Это я там загружаю видео. Это я на Телеграм загружаю. Смотрите. Это всего лишь... Это всего лишь полевые цветы вдоль дороги. И вот эти все штучки, это тоже вдоль дороги росли. И когда их вот срываешь, ходишь, когда их перебираешь, вот так вот ставишь, как бы рядышком там. Это какой-то прям зен. И вы знаете, что здесь находятся дикие орхидеи, кстати. Вот эти вот. Это дикая орхидея. И они тоже растут у нас вдоль дорог. Я посмотрел по интернету эти дикие орхидеи. Они какие-то прям старинные даже. В стародавние времена они были. Во времена всяких шевальей, как они называются, рыцарей. И вот это тоже, кстати, оттуда же есть той же оперы, вот эти вот старинные. Ну и всякие другие цветочки, которые везде, в принципе, есть практически.